В Пришахтинске судят лжеполицейского. По версии следствия, он обманул несовершеннолетнего. Напомним, в феврале карагандинец вырвал сотовый телефон из рук 12-летнего мальчика и скрылся. Из зала суда наш корреспондент. 8 февраля 2017 года, примерно в 12.40 часов, Вадиченко, встретив несовершенную плод, Аман Гюдинова, реализуя свой преступный умысел, направленный на горбеж, то есть открытое хищение чужого имущества, подошел к Каман Гюдину, вырубал в свои руки сотовый телефон марки Samsung Galaxy, стоимостью 19 тысяч тенге, после чего сотовым телефоном из сим-карты, Вадиченко, с места происшествия скрылся. Со слов бабушки парня Нины Петенко, на такой он пошел по вине своего отца. Тот несколько назад обманным путем завладел законной квартирой Василия. Квадратные метры нынешнему подозреваемому достались от государства после смерти его матери. На сегодняшнем судебном заседании 22-летний карагандинец свою вину признал полностью. Маму и своего младшего брата Василий Бадиченко потерял при пожаре. Сразу после этого и родной отец отвернулся от трехлетнего сына. Я не учила ему, я не учила этому. Мне просто стыдно. И он сейчас раскаивается. Он вот-вот такой стал. Не спит, не ест ничего. Ребенок должен быть. Мне просто стыдно. Он раскаивается. Он всех прощения попросил. Василию Бадиченко грозит наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Судебное заседание перенесли на 11 апреля. Тогда же вынесут приговор. Миром Гусал Кимбаева, Улжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.